Ну что, всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал, ко мне в гости, и это новое видео! Итак, сегодня мы с вами будем говорить про неделю похудения вместе со мной. В общем, недавно у меня вес встал, у меня такой термин сейчас анатомический, как плата, когда вес держится на определенной отметке, не меняется, даже несмотря на то, что есть дефицит. Все это благодаря тому или потому, что организм привыкает к новому весу, и для него все-таки это большой стресс в любом случае, поэтому привыкает к новому весу и не стабилизируется. Это тоже нормально, это естественно, и очень многие в этот момент забрасывают все диеты, забраться, вот, все здоровое питание, начинают есть торты, потому что, ну вот, все равно не худею, поэтому какая разница? Но это делать нельзя, потому что это такая психологическая ловушка нашего организма. В общем, продолжаем держать рацион, продолжаем держать здоровое питание, потихонечку идем к цели. Рано или поздно, когда наш организм стабилизируется, выйдет из этого состояние небольшого шока, вес снова пойдет в руки. В общем, погнали! Это у нас с вами сейчас первый день. Я уже сделала замеры, смесилась, я уже знаю, что и караметры. Поменяются, потому что уже очень давно, но ничего страшного. Вот, сейчас пойдем пить коллаген и завтра. Итак, пью коллаген, ну и как раз-таки немножечко стрепсился, потому что чуть-чуть разболелось у горла, но я думаю, ничего страшного, скоро все пройдет. Ну что, я вот уже выпила коллаген, у нас сегодня очень много дел, у меня сегодня будет обязательно тренировка, мне сегодня нужно закрыть огурцы, как бы это смешно не звучало и неожиданно, да. Из старости, потому что теперь мой муж уже приходит. Уже приходит, мы начинаем смотреть новости про политику и закрывать банки с огурцами на избуке. В общем, огурцы я уже купила, мне осталось только баночки докупить, все это сварить в рассол, закрыть. Вот, тоже покажу, как я это буду делать. Потом, получается, сегодня мне нужно немного заниматься, пообщиться. После этого я хочу принять ванну с бомбочкой, которую я сделала сама себе. В общем, я сделала бомбочку для ванны. Сейчас посмотрим. Вообще, мне кажется, что должно получиться очень круто, потому что мне она так нравится, я на нее смотрю. В общем, никак не на любуюсь. Ну, и еще у меня сегодня рабочая смена. Вот, вечерняя. Так что дел очень много. Надо все это делать, надо все успеть. Поэтому, гнали. Я уже сходила в магазин, в общем, взяла не так много. Взяла лисички сегодня, пожарю. Два лимона. В общем, вот такое масло. Планирую перейти на оливковое пока. Ну, такое вот, 50 на 50. Половина оливкового, половина подсолнечного. Но уже немного лучше. Цукини, сахар. Я там вспомнила, когда уже пришла, что дома сахар есть. Вот такой вот кусочек пармезана взяла. Очень люблю пармезан. Просто это прям моя любовь. Яйца, тортиновые батончики, еще одна моя любовь. Авокадо. Ну, тут вообще без комментариев. Маслинки. Вот такие взяла. Пакарончики. Хочу приготовить несколько томатов. Ну, и голубика была по акции, тоже ее взяла. Еще докупил несколько банчиков. Ну, там не было крышек. Сейчас поеду за крышками. Плюс мне еще кое-что докупить нужно, чего не было в магните. Вот. Такая вот небольшая закупочка у меня получилась. То есть, я буду готовить на большинские оладушки. В общем, у меня понадобится банан, два яйца, овсяная мука, корица и ягоды. Сейчас это все буду смешивать, выкладывать на сковородку уже, она у меня греется. И готовить завтрак. Ну, что, вот такой вот завтрак у меня получился. Вот такие замечательные панкейки вместе с кофе. Сейчас будут завтракать. Очень вкусно. Очень вкусно. Стандартно, да? Я думаю, что все знают, что у меня на перекус мои любимые паркетические батончики. Вот. Обожаю их. Ну, и, конечно, нужно уделить время учебе. Сажусь за доклад. В общем, делаю такую большую доклад-презентацию по биоаритмологии. В общем, сижу, отбираю текст, потом буду все это засовывать в презентацию. Вот такой вот обед у меня получился. Очень яркий, вкусный, безумно классный. Мне очень понравился. Ну, и потом, конечно, я отправилась на работу. У меня была смена в зале. Я тренировалась. У меня была тренировка на руки. Вчера у меня был вот такой вот ужин. Это он уже замороженный. Видите, он более яркий. На самом деле. Это получается макароны с висичками и соусом с авокадо и шпинатом. Коле вообще не понравился. Мне прям зашел. В общем, я показываю, что осталось. У меня была примерно такая порция. Ну, и еще вчера я съела протеинный батончик где-то в перерыве между всем этим. Я его не сняла, потому что я его так быстро съела. Я была такая голодная. Вот. Но я все отработала. Я, получается, у меня была хорошая тренировка на руки. Вот. Вот на плечи. Потом я еще все это завершила хорошим таким кардио. В общем, на степере и на велосипеде. В общем, упахалась. Приехала домой поздно. Сонная. Просто такая, как пущая. Не выспалась, естественно. Потому что встаем мы в 6 утра. И смены, когда заканчиваются, поздно. Конечно, не высыпаюсь. Но я надеюсь, что у меня будет как можно меньше вот этих вечерних смен. Потому что они, конечно, мой сон убивают. Вот. Ну что, коллаген у меня закончился. Я сейчас делаю перерыв между коллагеном. Потому что его постоянно пить тоже не стоит. В общем, никому не рекомендуется. Я на весах уже посмотрела. Большой отвес, в общем. Но пока что-то говорить рано. Потому что сегодня у меня отвес, а завтра у меня опять привес. Вот. Я говорю, у меня цифры прыгают вокруг одного веса. Туда-сюда, как курс доллара. Вот. Ну, поэтому посмотрим. Сейчас я буду уже пить воду, наверное, с лимончиком. И завтра. В общем, вот такая стакан водички с лимончиком. Ночиная мутро. Очень вкусно. В общем, у меня опять вот такие вот панкейки. И вот панкейки у меня получились. И вместе. Вот такой вот батончик. Сезлатный. Очень вкусный, кстати. Панкейки с лимончиком злаковым. Очень вкусно. Очень здорово. Мне безумно нравится. Ну, а сейчас перемещаемся в ванную. Я показываю вот такую бомбочку. Я сделала сама. Сейчас достану ее из формочки. И будем наслаждаться ванной. В общем, достала из формочки. И настал момент истины. Проверим, насколько крутой она у меня получилась. Ого! Она очень классная. Просто невероятно здорово пенится. Очень вкусный аромат. Безумно классные масла. Цвет, на самом деле, камера передает немножечко персиковым. Но он, на самом деле, такой приятный, нежно-розовый. Прям как вот цвет барби. Я лежала в ванной, короче. Меня так расслабило. Мне так хорошо. Мне так прекрасно. Тем более, это мне было обязательно нужно для того, чтобы у меня ручки немножечко пришли после тренировки в себя. Я всегда после такой какой-то тяжелой тренировки обязательно даю такую хорошую горячую ванну для своего организма. Чтобы минимизировать травмы, потери, в общем. Чтобы расслабиться. Ну, как бы. Сразу стало хорошо. Вот. В принципе, это всем рекомендуется. Поэтому после тренировки я всех своих предопечных обязательно отправляю в горячую душу, в ванну, в баню. Вот. И рекомендую сделать какую-нибудь помассажную. Потому что помассируем все мышцы, которые мы сейчас делали в работе на тренировке. Чтобы разогнать все вот это вот. И как-то более-менее дать полноценно легко восстановить организм. В общем, я сейчас полежала. Честно скажу. Я понимаю, что это встречается, наверное, как такое хвастовство. Или реклама. Ну, в общем, никогда. Вот никогда такого эффекта на кожу, в принципе. Я не наблюдала от крупных бомбочек для ванны. А бомбочка, которую я сделала сама, я вам ее только что показывала. Ну, настолько классно. Настолько ароматно. Сразу чувствуется, что это вот маслица хорошее. Сразу чувствуется, что было эфирное масло качественно использовать. Сразу какая-то такая вообще прям невероятная атмосфера. Ну, вот так приятно лежать. Так классно. Так здорово. Я еще в конце искупалась, намазалась кокосовым маслом. Прям вообще классно. В общем, сейчас мне нужно идти в поликлинику. Мне нужно сделать две прививки. Очень я, конечно, не хочу их делать. Но, видимо, придется. Потому что мне нужно сделать прививку от дифтерии и прививку от гепатита B. Мне их делали в детстве. Но, поскольку детскую карту уже никто найти не может. Мне сказали, в архив никто не пойдет. Делайте заново. Ну, типа каждые 10 лет в любом случае это делается, обновляется. Чтобы все не в пользу. Ну, ладно. Немножечко поднимаю себе настроение. Пока жду, чтобы мне сделали прививку. Вот такими батончиками. Ну, и на обед. У меня был точно такой же обед, как и вчера. Такой вот салатик. Овощной. Очень вкусный. Ну, и ужин тоже был такой же. Единственное, вместо лисичек у меня была слива. Я ужинала сливой и макаронами, которые остались вместе с авокадо и шпинатом. Хотела сделать панкейки, но решила, что нужно немножко от них отдохнуть. Сделала себе вот такой красивый завтрак. Тоже люблю так завтракать. Яйцо, сыр. Маслина, маслина, авокадо. В общем, все, что нужно для организма. Пришла мне доставка на Валберес. Вот такой вот себе заказал еще один шейкер. Он поменьше, чем мой зеленый. Но принцип работы, в принципе, такой же. Мне для фитнес-клуба, чтобы у меня он там лежал. Потому что, в принципе, кулер есть. Мне большая вода не нужна. Я думаю, что савнем растворится нормально. Но, в принципе, я думаю, что классный. И стоит вообще недорого. И, естественно, куда же я без спортивных печенек. В общем, у меня пришла вот такая коробка. Сейчас будем пробовать, есть и наслаждаться. Вот. Так что я думаю, что начну с кокосовых. Вот такой вот у меня сейчас будет феррикус. И стандартно, получается, вот этот батончик у меня был. Вот этот батончик у меня был. Я уже показывала вчера. И пробовала еще один, потому что у меня тут очень мало калорий. Они прям все. Где-то калорий на 100. Даже меньше. Вот. Как-то так. Не знаю. У меня сегодня такая какая-то слабость. Вообще никаких сил нет. Возможно, это за прививки. Возможно, из-за погоды. Не знаю. Посмотрим. Может, потому что мой отца остался на работе. И я его вчера не пила. Продолжаю доедать макароны. Это было ожидаемо. Коле не понравился вот этот вот шпинатный соус. Поэтому ем все одна. Что, у нас уже вечер. В общем, поужинала я вредностями. В общем, смотрели фильм. Ели чипсы. Фильм смотрели «Шан-Чи легенды десяти колец». Я давно хотела посмотреть. Вот, наконец-то, у нас все-таки дошли до этого руки. Вот. Чипсами, конечно, не стоит обедать и ужинать. В общем, сейчас решила приготовить немножечко ужина для Коли. Я-то уже все. Вот. Получается, сейчас сделаю грибочки. Пожарю с котлетками и с кабачком из мяса. Отварю нут. И, наверное, сварю гороховый суп. С копченостями на завтра. Потому что завтра у меня рабочая смена. Плюс у меня тренировка. Сегодня прям вот начала очень сильно болеть. Под лопаткой место укола начало очень сильно болеть. Не знаю. Слабость жуткая. На погоду это не на погоду. Просто устала я. Или действительно от прививок у меня это. Не знаю. Ну, в общем, сил вообще никаких. Ничего сегодня не делали. Весь день дома. Валялись. Отдыхали. И как-то вообще даже на это сил нету. Поэтому будем думать, что делать дальше. В общем, сегодня показала. Сделала несколько баночек соленых огурчиков. В общем, вчера сделала. И нужно до еще, короче, два дня настояться. Потом я буду переваривать рассол, заливать и уже закрывать. Но на самом деле не знаю. Потому что сегодня мы одну баночку уже съели. Они уже получились такие не маринованные, а малосоленые. Очень вкусные. Прям вот рецепт супер. Ну, а эти, не знаю. Завтра, может быть, мы еще одну баночку съедим. И две. Я думаю, что я хотя бы две закрою. Потому что планирую еще докупить. И по другому рецепту приготовить и посмотреть. В общем, сейчас тестирую рецепт. Если у вас есть какие-то, напишите мне в комментариях. В любом случае попробую. Будем тестить варианты различного засола. Вот. Ну, такие у меня грибочки. Это у меня шампиньончики. И котлетки. Получается здесь мясо. И кабачки с яйцом. Все это перетертое, перемешанное. И я сделала, сформировала котлетки. Мне там, естественно, соль, перец добавила. Добавила всякие специи. Очень вкусно. Прям супер классненько. Коля прям понравилась. И ест, и наслаждается. Вот. Пока что вот так. На завтрак у меня была овсяная каша с молоком и ягодами. И две булочки, которые я приготовила. На перекус, я думаю, уже можно даже не говорить. Просто показывать. Конечно, были портуневые батончики. Но потом я отправилась на работу. У меня была смена в зале. Плюс я тренировала пресс. У меня была такая хорошая тренировка на пресс. Забыла снять обед и урон. Обед у меня был гороховый суп с копченостями. Ну, а на ужин все те же макароны. Что? Всем доброе утро. У нас сегодня опять смог в Москве. В общем, дышать невозможно. Нужно только спривать окна. Все вот как раз там спутив все граны. Как справиться со смогом, что делаешь. Чтобы иммунизировать вредное воздействие на организм. Вот. Обязательно приходите смотрите. Ссылочку я вам прикреплю. Потом, получается, спала сегодня. Это уже очень плохо. Потому что у меня очень болела мягкая кровь лопатка. До сих пор она болит. Никак не прошло. Еще у меня вот тут небольшое такое раздражение. Аллергия появилась. Я долго не могла понять, почему она так чешется. Почему это какая-то просто красная пятна. Почему она так чешется. На что это аллергия. Кто меня покусал. И сегодня ночью до меня дошло. На работе я ношу железный бейдж. Сынный. Получается он магнитный. Это железка спереди. Железка сзади. Они как-то увеличивают все друг к другу. И все классно. Но из-за того, что это же просто дешевый какой-то металл. А у меня организм не воспринимает дешевый металл. У меня сразу такие вот высыпания. Сразу какая-то аллергия. Чешется все. Я могу прям разодрать это все в кровь. И до меня дошло, что нет, ну нельзя. Мне нужно либо скотч тогда приклеивать, чтобы не красалось это тело. Либо что-то придумывать. В общем, неожиданно для меня я поняла, насколько мой организм, Моё тело до сих пор откликается на дешевые металлы. В общем, я знаю, что у меня есть такая особенность. Я очень завидовала всегда девочкам, которые могут носить различные сережки, различные цепочки. И им все ок. Да, которые там стоят 20 рублей в переходе. Со мной это не прокатывает. У меня сразу раздражение. У меня сразу вот тут все расчесано. У меня сразу уши у меня чешутся. Сразу все. Все пальцы чешутся. Если это какие-то колечки, если это какие-то браслеты или все запястья. Я расчесываю. Ну, в общем, теперь расчесываю место, где был бейджик. Вот. Встал на вес и вес у меня опять скачет. В общем, ничего нового. Ну, я понимаю, что у меня были чипсики. В общем, делать так не стоит. Надо взять его в руки и перестать добавлять всех этих мусор в организм. Возможно, тогда вес не будет скакать. С учетом того, что я уже нахожусь в процессе вот этого всего достаточно давно. С начала мая, получается, где-то с 5-го мая. Я начала все конкретно отслеживаю, все контролирую. Вот. Ушло 8 килограмм у меня с 5-го мая. Сейчас организм, да, привыкает к этому весу. Но у меня есть какое-то небольшое такое выгорание. Вот. В любом случае, менять себя, менять привычки, менять пищевое поведение, менять различные там гормоны, которые есть для тела. Это всегда сложная, тяжелая работа. Но ее нужно делать. Поэтому мы выполняем завтрак. На завтрак у меня были вот такие бутик-броли с помидорами и сливочным сыром. Поехал к пикер, привез мне заказ. Я решила сегодня не ходить никуда. Потому что галь, конечно, жуткая. В общем, привез молоко, творожный сыр, кинза, два пакета картошки, моя бесконечная любовь, протеиновые печеньки, масло, два хлеба. Один сделала нарезной, второй решила взять. Вот такой вот. Творог, персики, морковка, воды. Ягодный коктейль это сварю. Компотик сделаю, Коля его очень любит. Ну, естественно, мои вкусняшки. Филе курочки взяла. Лук, только красный был. Бананчики и овсянку. Еще мне пришел заказ. Получается, мыло из голубой глины на Валбере заказывала. И огромный такой вот пакет протеина. В общем, будем пробовать. Будем есть. Вот такая вот закупочка у меня получилась. Боже мой, ну вы только посмотрите. Ну что это? Это же прекрасно. Она такая вкусная, мягкая. Ммм, обожаю. Ммм. 15 минут, 2 сета по 10, 1 по 15 минут. В общем, вся мокрая. Сейчас пойду в душ. Буду приходить в себя. В общем, сходила я в душ. Намазалась маслицем. Сделала небольшой массаж. У меня специальные штучки для массажа. В общем, сделала себе такой хороший самомассаж. Сейчас буду лежать. Немножечко откисать, отдыхать, приходить в себя. Вот. Ну и буду заниматься уже, наверное, другими делами. Сделала запеченные овощи с курицей. В общем, есть и будем на следующий день. В этот день я их не ела. Но очень красиво получилось. Безумно хотела вам показать. А на обед у меня как раз-таки был вот такой творог с персиком. Очень вкусно. Безумно люблю творог с ягодами. Офигенный белок. Много жиров. Мало углеводов. Все, что нужно. Но это был последний прием пищи. В общем, я решила, что я отдохнула от панкейков. И можно их снова сделать. Поэтому я сделала панкейки с персиком уже. Вот такие они получились. Очень классные. Очень вкусные. Ну, конечно, стандартный перекус, мне кажется. Это протеиновая печенька. И в следующий перекус тоже были протеиновые печеньки. В общем, пока они у меня есть. Я их нахладаю все едам. Их очень вкусные. Очень классные. Суфле, конечно, мне нравится намного больше, чем обычные. Вот. Ну, и после этого я отправилась на работу. У меня опять была смена в зале. У меня была тренировка. Я тренировалась достаточно много. Вот. У меня была тренировка на ноги. И вот мой обед. Тоже последний прием пищи в этот день. Это овощи и курица. В общем, конечно, решила повторить панкейки, но уже с яблоком. Разнообразие. В общем, наше все. Начинка разная. Смысл остается тот же. На самом деле, очень вкусно. Очень клево, что можно так разнообразить. Просто добавить один ингредиент, другой. И сразу блюдо заиграло новым вкусом. Очень вкусно. Всем советую. Ну, и, конечно же, я доедаю свои протеиновые печеньки. У меня, кстати, осталось последнее. Поэтому в этот день я поехала покупать себе новые. Ну, блин, ну какие же они вкусные. Ну что, у меня сегодня день отдыха. И я сегодня много готовила. В общем, сейчас поела. Забыла вам снять обед. У меня был рис с овощами и с курочкой. Вот. Готовила обед в ужин. На завтра тоже. В общем, сейчас покажу, что наготовила. Опять забыла поснимать обед. У меня был рис с овощами и с курицей. Ну, и ужин. Сделала вот такие сердечки в сметане. Коля их очень любит. Тут у нас лапша куриная. Здесь у меня остался фарш. Я его завтра добавлю, скорее всего, в запеканку. Надо еще плиту отмыть. Вот. И вот такие вот картофельные, как их назвать, гнезда у меня получились. С фаршем, с сыром, со сметанкой, с зеленюшечкой. В общем, очень клево. Вот. Сейчас буду отмывать. Ну что, я надеюсь, вам было интересно и полезно посмотреть это видео. Вот такие вот у меня результаты за неделю. Они не настолько большие, какие могли бы быть. Потому что, я уже говорила, у меня такой небольшой эффект плата. Вот. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, я продолжаю. Вот. Вы можете продолжать вместе со мной. Как раз таки все новое вы увидите в следующих видео. Ну, я надеюсь, вам было интересно и полезно. Я вас всех обнимаю, целую. Пока!